В ноябре отмечают окончание Первой мировой войны. Успеваю рассказать историю, связанную с этим периодом, а еще с фальсификацией истории. Мое мнение, за доказанные случаи нужно наказывать или хотя бы опровергать ложь. В следующем материале этим и займусь. А речь пойдет о кладбище героев в Кишиневе, так оно называется исторически, в определенный период. Но несколько лет назад его раз за разом начали именовать кладбищем румынских героев. Во-первых, подменяя понятия. Во-вторых, вычеркивая память русских, чешских, австрийских, немецких, военных и многих других. Конечно же, есть вопрос и к общему названию. Героями можно назвать далеко не всех. Но обо всем по порядку. Телефон в руки и вперед на съемки, что я и сделала. Сегодня я вам расскажу об одном мастер-классе по фальсификации истории, участниками которого невольными мы с вами являемся уже несколько лет. Ну, для того, чтобы все это показать, рассказать наглядно, я приехала к так называемому кладбищу героев. Это сейчас здесь кипит жизнь. По левую руку от меня располагается жилой район Ботаника, по правую железнодорожный вокзал. А сто лет назад в этих местах пролегала Бочойская дорога. И на одном из холмов рядом с ней было решено устроить захоронение военных, погибших на полях Первой мировой войны и умерших в Кишиневских военных, опять же, госпиталях. А их во время войны здесь было немало. Но я вам рекомендую запомнить две фразы. Первая – это Первая мировая война. И вторая – это кладбище героев. Начинаем. Вот у меня с собой я захватила списки похороненных здесь, тех, чьи имена уже определены. Настоящий интернационал, читаю. Йозеф Диас, Морель Мартин – это французы. Чехия, Маньяк Коварин, Несфат Йозеф, русские, украинские, польские, молдавские, румынские фамилии и имена. И, знаете, мне кажется, что все-таки это захоронение появилось раньше 1918 года. Потому что уже в тот период Российская империя, Бессарабия все-таки была ее частью на тот момент. Было недовыделение территорий под кладбище, недозахоронение их обустройства. Потому что страна раздиралась изнутри от последствий Первой мировой войны и от следовавших одна за другой революцией. Я тоже ошиблась. Первые захоронения датируются не началом 20 века, а 1888 годом. Предыстория такова. В национальный архив обратились люди, жившие в частном доме рядом с бывшим кладбищем. На своем огороде они нашли каменный крест с фамилией вроде бы Рессер. Начали искать и поняли, что не Рессер, а Грессер Евгений Петрович. Генерал-майор, командир 24-го Драгунского полка. И вот какой документ обнаружился. Из истории 24-го Драгунского полка. К осени 1888 года относятся устройства полкового кладбища. Собственно, городом был отведен участок для всего гарнизона. Но полки разделили его между собой, и каждый устроил свою часть. Полковник Грессер словно предчувствовал, что его праху скоро придется покоиться. Он очень заботился убранством этого тихого уголка. Могилы нижних чинов отделывались дерном, и над ними ставились чугунные или железные кресты с надписями. Кругом могил оставлялись дорожки, усыпанные песком и щебнем. Первым офицером, сложившим свои кости на новом полковом кладбище, был к общему горю полка командир 5-го эскадрона, ротмистр барон Медем Александр Иванович. В 1891 году на этом же кладбище похоронили самого Грессера. Так что кладбище – это полковое. Это первое историческое название. На нем покоились около тысячи русских офицеров и солдат. Во время Первой мировой здесь же хоронили французов, румын, поляков, греков, австрийцев, разумеется, бессарабцев, а также чехов и словаков из Чехословацкого корпуса. В мае 1926 года тут появился памятник в честь этого воинского подразделения. Порядок на кладбище был наведен уже в 30-х годах. Вот тогда при румынах его и переименовали в кладбище Героев. Заметьте, румынские власти экспроприации памяти не занимались. Точно зная, что в этой земле лежат представители разных армий и государств. В мае 40-го года появилась кладбищенская часовня. Затем были приход советской власти, начало войны. Следующие захоронения датируются летом и ранней осенью 1941 года. Первыми хоронили полсотни красноармейцев, защищавших Молдавию. Вслед за ними рядом легли 96 румынских военных. В 1942 году Кишинев решил посетить наследный принц Михай. Во многих видеоархивах, на фотосъемках указывается, что это был король Михай. На самом деле королем он станет в 1944 году. В программу посещения было включено визит сюда, на кладбище Героев. Но показывать на тот момент было особо нечего. Могилы в себе и могилы. И было принято решение быстренько привести территорию в порядок. Но вот именно тогда появилась вот эта лестница и две колонны, ее открывающие. Наверху колонн были фигуры птиц хищных. Но это то ли орел, то ли кондор, то ли гриф. Я особо в птицах не разбираюсь. Они не все на один клюв и одно крыло. А вот на месте этой круглой площади находились жилые дома. Их адреса были улицы Героев 17, 19 и 21. Дома были экспроприированы, снесены. Ну и вот появилась эта площадка, которая до сих пор осталась. Тогда же появилась лестница, ведущая к захоронениям. Она удивительным образом сохранилась. Последние могилы датируются концом 40-х годов. Это немецкие и венгерские пленные, восстанавливавшие Кишинев. Еще есть люди, способные описать, каким было это место 70 лет назад. Вот что вспоминает участник форума «Мой город Кишинев» под ником «Грач». В 1953 году я с родителями жил некоторое время рядом с этим кладбищем. Лестница была в хорошем состоянии и церковь тоже. Слева от церкви было кладбище, на котором были захоронены военные русских полков. За церковью плотными рядами стояло большое количество крестов. В захоронении немецких солдат на некоторых еще были каски. Вскоре началось строительство широкой дороги на Ботанику. Когда срыли склон, то в некоторых местах были видны торцы гробов ранних захоронений. В котлован скатывались кости, черепа, мальчишки гоняли их вместо мечей. Вторая волна уничтожения захоронений прошла в 1959 году. Тогда же была снесена церковь. Кладбищенскую территорию сравняли и построили на ней институт пульмонологии, который в народе именовали туберкулезной больницей. Правда, некоторые захоронения сохранились до сих пор. Несколько лет назад были обнаружены останки немецких солдат. У этого места дурная репутация. Но прежде всего здесь было кладбище. А это всегда, знаете ли, люди пытаются обходить стороной. Оно было снесено. На его месте появилась туберкулезная больница. И она в 2007 году была стерта с лица земли для того, чтобы на этом месте появился то ли жилой, то ли спортивный, то ли развлекательный комплекс. Вы знаете, у нас все запутано. Не поймешь. Сейчас эта дискуссия несколько затихла. Но если городу удастся вернуться эту территорию под себя, то хорошо было бы, чтобы эту площадку благоустраивали представители сразу нескольких государств, чьи соплеменники здесь покоятся. Но пока интерес к этой площадке проявляют только молодежное движение унионистов-сторонников объединения с Румынией. Для оформления своих прав на эту память они навели здесь некий порядок. Установили таблички, урны и переименовали кладбище в кладбище румынских героев, застолбив тем самым место. Документы конца 19 века, статьи в прессе межвоенного периода, говорят, историческим можно считать два названия – полковое кладбище и кладбище героев. Так что впереди еще определение статуса территории, название проекта и поиска средств для справедливости все же из нескольких стран. Перед смертью все оказались равны. Тему фальсификации истории я уже поднимала год назад в одном из сюжетов. Речь тоже шла о Первой мировой войне. Вспоминаем. Из Бессарабии на фронты Первой мировой было призвано 300 тысяч человек. Войны и разохоронения бессарабских героев той войны расположены на центральном православном кладбище. Молдовской столицы в народе его называют армянским. Хотя историю и тут попытались переписать. На мемориальной стеле начертано, что здесь покоятся жертвы российских империалистических амбиций российско-японской войны 1904-1905 годов. Вот только даты не сходятся. Захоронения датируются десятилетием позже, то есть временем Первой мировой. Здесь сегодня имеет место происходить не всегда объяснимые события, когда людей покоящихся здесь называют почему-то героями другой страны. Хотя вот сейчас я хочу прочитать документы из архива Министерства обороны Российской Федерации, которые говорят о том, что люди, которые сражались здесь, сражались за Российскую империю гражданами, которые они были, награждались орденами Российской империи. Эти документы здесь целая пачка. Я принес сюда далеко не все, но уже только из них должно быть ясно всем, кто сегодня пытается переделать и переписать нашу историю, что на этом участке кладбища похоронены воины Российской императорской армии. Среди них прапорщик Дмитрий Николаевич Мич, посмертно награжденный орденом Георгия Четвертой степени. Еще один прапорщик Александр Адиасевич. На его памятнике высечено Александру, а не Александру. И таких неточностей в именах много. Справедливость будет восстановлена. Захоронению вернут истинное название, а героям – настоящие имена. Что за война такая за объединение Румынии, объясняю на еще одном примере. Этим летом, во время съемок, проекта «История Молдовы» побывала в Яссах. Там, на еврейском кладбище, есть квартал, где захоронены военные, погибшие в период Первой мировой войны в 1917 и 1918 годах. Что написано на недавно установленной табличке? Что здесь покоятся борцы за объединение страны? Конечно же, Румыния в результате хаоса войны заполучила Трансильванию и Бессарабию с Буковиной, вписав этот процесс в свою историю как великое объединение. Ее право. Но война все же была Первой мировой. Хотя с нынешним качеством преподавания истории в школе, через пару десятков лет кто уж сможет усомниться в такой вот надписи на кладбище. Мы уже были свидетелями того, как стирается понятие «Великая Отечественная война», уступая место названию «Вторая мировая». Методично тоже делают с Первой мировой. Так и переписывают историю шаг за шагом, день за днем. Этому надо противостоять.